В Привожском окружном военном суде огласили приговор Владимиру Квачкову. Напомню, полковник ГРУ в отставке обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подробнее об этой истории и о том, что произошло в зале суда. В сюжете Кирилла Козина. В зале суда сложно найти место. Дело мятежного полковника интересует не только прессу. В итоге камеры на оглашение приговора не пустили. А главный герой заседания отказался от любых комментариев, даже несмотря на уговоры адвоката. Сейчас важно сказать, что мне важнее жена, чем все господиенты вместе взяты. 69-летний полковник ГРУ в отставке, создатель народного ополчения имени Минина и Пожарского. В 2009 году организация была признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории России. В 2013 году Владимир Квачков был приговорен к 13 годам лишения свободы. По версии правоохранительных органов, бывший разведчик вместе с соратниками готовил вооруженный мятеж. Впоследствии срок заключения снизили до 8 лет. Уже будучи в камере тюрьмы, строгого режима Квачков записал видеообращение. Оно и стало причиной для нового дела. Теперь за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдания терроризма. С такими обвинениями ни подсудимые, ни его защита не согласны. Ухудшить положение нашего подзащитного уже ничто не может. Улучшить положение возможно. Улучшение положения мы видим в вынесении оправдательного приговора в связи с отсутствием состава преступления в действиях нашего подзащитного. В ходе слушания дела представители Фемиды переквалифицировали статью. Теперь Квачков обвиняется не в призыве к терроризму, а в возбуждении ненависти по национальному признаку. Решение суда один год шесть месяцев, плюс остаток от прошлого срока. Вместе это два года заключения в колонии строгого режима. Полностью приговор зачитают через три дня. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии.